Без права на помилование датского изобретателя Петера Мацена приговорили к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки. Все детали этого загадочного и жестокого преступления знает Светлана Чернецкая. Это последняя фотография Ким Валь. Ее сделали в тот злополучный день, когда шведская журналистка отправилась в плавание за очередной историей. Ей было очень интересно встретиться с Петером Маценом, датским изобретателем, основателем компании по строительству пилотируемых космических кораблей. Мацен также построил три подводные лодки, в том числе и эту, «Наутилус», сверхмалую субмарину, погрузиться в которой он и предложил журналистке. Та без раздумий согласилась. Для нее было важно встречаться с людьми, о которых она писала, работать в полях, разговаривать на улицах. А не просто искать информацию в интернете или общаться по телефону. Она побывала в очень многих местах, и мы совершенно не переживали, когда она отправилась в Копенгаген. На следующий день Мацена спасли в открытом море после того, как субмарина затонула. А спустя 11 дней велосипедист заметил в прибрежных водах изуродованное туловище без головы и конечностей. Голову женщины нашли только через полтора месяца. Она была в сумке с привязанным грузом. Мы сумели доказать, что Мацен хорошо подготовился к убийству журналистки. Он принес на субмарину различные предметы, с помощью которых мог подвергнуть пыткам и сексуальному насилию. И суд подчеркнул, это было запланированное, жестокое и циничное убийство женщины, которая работала журналистом и совершенно ни в чем не виновата. В ходе следствия Мацен трижды менял показания. Сначала уверял, что высадил журналистку на берегу живой и невредимой. Потом сообщил об ужасном инциденте на борту. Дескать, ее случайно ударило крышкой люка. В конце концов сознался, что расчленил, но умерла она якобы от токсичных испарений. Эта история потрясла Данию. За последние 10 лет к пожизненному заключению в стране приговорили всего 15 человек. Судья назвал Мацена манипулятором с признаками нарциссизма и психопатии. Ну а адвокаты-изобретатели собираются оспаривать приговор. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.